книга открытым окон том 20 вопрос 3388 у нас в храме висит икона николая второго за какие заслуги перед церковью его считают святым отвечает игнатий тихонович лапкин именно считают а где он на самом деле один только бог знает недавно была редкая по своей объективности и наивности статья про него аргументы и факты номер 8 2007 год страница 28 вычки открываются государь спас душу но погубил империю николай второй бездарность или святой 90 лет назад 23 февраля 1917 года в петрограде началась революция приведшая к падению династии романовых и отречению николая второго своими своим видением личности государя поделился историк священник василий сикачев кавычки открываются его воспитали очень верующим государь безгранично верил русский народ а народ этот уже давно жил практически без бога только формально оставаясь православным в начале 1917 года николая второго отреклись родственники и военачальники все командующие фронтами и флотами кроме адмирала колчака и все великие князья прислали ему вставку телеграммы что отречение необходимо известия о готовности встать на сторону царя прислали только два человека хан нахичеванский мусульманин глава дикой дивизии и генерал федор келлер немец государь испытал страшное потрясение и вынужден был принять роковое решение об отречении записал в дневнике кругом измена и трусость и обман тогда уже отрекся и народ ликование на фронте было повсеместно как на пасху это вы в любых воспоминаниях прочтете между тем шел великий пост когда к власти пришло временное правительство и отменили обязательные богослужения на фронте в храмы стало ходить только 10 процентов солдат армия перестала быть армией в этих условиях он не сошел с ума не наложил на себя руки он предпочел быть со своей страной до конца кавычки закрыты объективность статьи в том что знает процент ходящих в храм но наивность в том что как священник василий сикачев не благовестник иначе бы он знал что даже сегодня при наличии такой реки православной литературы и священного писания при наличии такой реки православной литературы и священного писания из трехсот крещенных только один что-то знает о спасении ходить в храм и верить по писанию это далеко не одно и то же то что царь погубила россию это очевидно и очень зримо а то что он спас душу свою это под большим вопросом ибо невидимая ведомо только богу толкли а в кавычках святой руси на поверку толкли а святой руси а на поверку вместо божий царя храни ликование когда его не сохранили и отреклись от него почему не было ликование при смерти сталина петра первого и ивана грозного и известия о расстреле царя народ принял совершенно спокойно заслужил по евангельским меркам царь был теплый но не горячий и не холодный и был извержен а у бога мог быть принят книга сирахова 24 глава 37 стих великая слава следовали господу а быть тебе принятым от него долгоденствие премудрость соломона 4 глава 4 стих ибо душа его была угодно господу потому и ускорил он из среды нечестия а люди видели это и не поняли даже и не подумали о том святость даруется не людьми канонизаторами а богом и гой послание к римлянам 6 глава 22 стих но ныне когда вы освободились от греха и стали рабами богу плод ваш есть святость а конец жизнь вечная царь был в заточении как пушкин на одре и смертельной болезни и в это время он читал библию молился причащался и пострадал наказание плотскими родителями несет пользу для будущего но тем более от бога послание к евреям 12 глава 10 стих те наказывали нас по своему произволу для немногих дней осей для пользы чтобы нам иметь участие святость его пересказать ли умолчать ли нам о всех трагедиях скатившихся на русь добавить уксусу к фольклору и блинам или неведение да процветает пусть нам следует исследовать себя свою историю прошедшая примерить на свой хребет и кто на нас сидят какие вурдалаки упыри и звери да знает рот грядущий обеде не раз свалившийся а из подваль пришедшие подумать есть о чем и над душой побдеть предвестниками бед в начале будут шершни когда израиль получил удел изгнавший прежние народы в ханане и в ханаане песть торжества народ тогда воспел оставив память о кровавой бани да знает рот грядущий да запомнит о том как милости в господь их иегова спасает он совсем не лук и кони что бог един и нет для них другого и заповедовать из родов рог вовек и пересказывать о милостях владыки тогда не спослан будет им успех и не ущерб в хвосте а в голове прибыток о том глаголы ветхого завета о высшей милости рождение иисуса как хором ангелов ночи хвала воспета волхвы как раз к пещере наберутся мы чада нового священного завета благовестим о жертве на голгофе христос грядет о том кричат приметы кусают шершни нападают блохи не умолчим не скроем от потомков спасение душ в крови христа причистой за отступление наш бог коралл припомни он раздает елей а не другом вино с горчицей 24 февраля 2007 год игнатий лапкин